МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Важные дни в истории нашего государства, в истории нашего региона. Ну, во-первых, конечно, сегодня день рождения нашей Конституции, Конституция Российской Федерации, 26 лет назад принят основной закон Российской Федерации, который обладает высшей юридической силой на всей территории нашей страны. Большую часть заседания правительства губернатор посвятил вопросам, которые поступили на прямую линию. В частности, люди много писали через соцсети Сергея Морозову о незаконных парковках. Так, на рассмотрение членов правительства вынесли законопроект по установлению запрета на платные парковки, расположенных на территориях, прилегающих к социально значимым объектам и земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов. Также ульяновцы высказали беспокойство по поводу качества питьевой воды, загрязнения воздуха и проволочек с решением проблем дольщиков. Сергей Морозов сообщил собравшимся, что держит на контроле вопрос с недостроями и помощи всем обманутым гражданам. Так до конца года введут в эксплуатацию многоквартирный дом по улице Панорамная, 5. Ключи от квартир люди смогут получить уже в конце декабря. За любой срок будет следовать автоматически очень жесткое решение, вплоть до увольнения занимаемых должностей. Участники заседания проголосовали за принятие законопроекта в части регулирования земельных отношений на территории области. В документе конкретизируется орган местного самоуправления, осуществляющий постановку на учет граждан, имеющих право на получение бесплатных земельных участков. Это касается многодетных и студенческих семей, ветеранов боевых действий. Законопроектам предлагается установить возможность для ульяновцев по своему выбору подать заявление в тот район, где они желают получить земельный участок. Теперь заявление подается исключительно в район, либо в городской округ, для того, чтобы у нас не было разных очередей и чтобы не было, так скажем, недопонимания у самих заявителей, куда непосредственно подавать эти документы. Кроме этого, на заседании правительства рассмотрели вопросы, касающиеся увеличения бюджета на соцподдержку населения за счет сокращения расходов на аппарат губернатора и правительства, а также развития научных и творческих центров на территории области. Еще одной важной темой стал вопрос ограничения на применение патентной системы налогообложения при реализации лекарственных препаратов и льготах предпринимательскому сообществу. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Управда ТВ.